анатолий алексеевич трушкин был советским и российским писателем сатириком юмористом сценаристом и телеведущим с 1971 по 1978 год он работал редактором и сценаристом центрального телевидения а также являлся автором более двух сотен телеспектаклей с 1981 года анатолий трушкин занимался исключительно литературной деятельностью он писал юмористические рассказы для детей и юношества некоторые из них вошли в киножурнал яролаш также анатолий трушкин писал сценарий игровых сюжетов для киножурнала фитиль в последнее время писатель сатирик сам читал свои произведения выступая в различных юмористических телепередачах 9 июня 2020 года анатолий трушкин ушел из жизни причиной смерти стали осложнения вызванные коронавирусом писатель сатирик покоится на митинском кладбище москвы анатолию трушкину было 78 лет вячеслав игоревич война ровский был советским и российским оперным певцом актером театра кино и эстрады с 1972 года вячеслав война ровский служил московском академическом музыкальном театре а с 1997 года был приглашенным солистом государственного академического большого театра с 2003 года вячеслав война ровский регулярно принимал участие в съемках телепередачи кривое зеркало а затем петросян шоу благодаря яркой фактурной внешности артиста часто приглашали сниматься в кино он играл небольшие но запоминающиеся роли 24 сентября 2020 года вячеслав война ровский скончался после продолжительной болезни ему было 74 года прах артиста захоронен на троекуровском кладбище москвы михаил михайлович живанецкий был русским советским и российским писателем сатириком актером юмористом исполнителем собственных произведений кино сценаристом и телеведущим с 1988 года и до конца жизни михаил живанецкий был художественным руководителем московского театра миниатюр в 1964 году аркадий райкин пригласил михаила живанецкого в свой театр на должность заведующего литературной частью вместе в 1969 году они поставили программу светофор в которой впервые прозвучали миниатюры михаила живанецкого дефицит век техники и другие со временем писатель сатирик будучи автором многих текстов с которыми выступал и сам райкин стал давать собственные концерты аркадий райкин не принял такую самодеятельность и в 1970 году уволил михаила живанецкого вслед за ним ушли роман карцев и виктор ильченко вскоре они создали свой одесский театр миниатюр который выпустил три программы как пройти на дерибасовскую встретились и разбежались а также искренне ваш в 2019 году михаил живанецкий закрыл свою передачу дежурный по стране в связи с болезнью до этого передача выходила на экраны с 2002 года 6 ноября 2020 года писатель сатирик умер после продолжительной болезни ему было 86 лет покоится михаил живанецкий в москве на новодевичьем кладбище виктор михайлович коклюшкин был советским и российским писателем сатириком сценаристом эстрадным драматургом юмористом телеведущим и колумнистом литературную деятельность он начал в 1969 году публикуя рассказы во многих газетах и журналах виктор коклюшкин сам читал свои монологи со сцены а также писал их для владимира винокура елена степаненко евгения петросяна и других самыми популярными являются его монологи женская консультация гербалайф конкурс красоты и многие другие виктор коклюшкин выступал в телепередачах аншлаг кривое зеркало смеха панорама измайловский парк и в других а также выступил сценаристом мультфильмов великолепный гоша портрет и фокусник с 2012 по 2016 год юморист являлся колумнистом газеты аргументы и факты писал в рубрику диагноз коклюшкина писатель сатирик покинул этот мир 11 ноября 2021 года причиной смерти стала острая сердечная недостаточность виктор коклюшкина было 75 лет он покоится на щербинском кладбище москвы музыкант гитарист и юморист александр сергеевич пономаренко выступал в дуэте со своим братом близнецом валерием пономаренко в начале нулевых братья пономаренко вели лотерею тв бинго шоу на ртр зачем участвовали в различных конкурсах и фестивалях выступали в кривом зеркале вели программу утренняя почта александр пономаренко в выступлениях пародировал леонида агутина бориса ельцина андрея миронова геннадия ветрова и других известных людей долгое время александр боролся с онкологическим заболеванием в последней четвертой стадии 24 декабря 2022 года его сердце остановилось александру пономаренко было 55 лет он похоронен в ростовской области в городе новочеркасск александр борисович александр борисович александр борисович